Ну что ж, а те же самые условия, что и в их предыдущей встрече, с тех пор мало что изменилось, но посмотри. Партия фора. Партия фора была, да, Андрей совершенно прав поправит меня. Видимо, эта форишка бурно обсуждалась в среде бильярдных братьев. Раз ты так хорошо помнишь? Нет, Федь мне сказал то, что ура, хотя бы партию убрала. Понятно, значит Федя лучше всего помнит. Сейчас мы выключим прожектора, чтобы не мешать нашим финалистам показывать свою высшую игру. Ну что ж, мы затронули тему успокоительного, но, конечно, успокоительное нужно Феде горство в этом, да, с такой форой. Другое дело, то что, если вы помните первый полуфинал этого турнира, то у Федя горство будут все шансы выигрывать на такой форе. И по каким-то непостижимым, видимо, он не захотел выигрывать. Ну, на самом деле, прежде всего, первопричиной того, что у Федя были шансы, это был не очень хороший, мягко говоря, разбой Владимира. Ну, разбой, такая история, что если его годами не тренировать, а у Владимира пока не было этих лет, то его нельзя контролировать. И вместе с тем, хотя бы попадать плотно в первый шаг пирамиды, в общем, до этого, грубо говоря, много этого ума не надо, если ты умеешь обыгрывать таких игроков, как Горст. И Дуданец. Совершенно верно. Другое дело, что Владимир, то, что у него в прошлом матче не было нормального разбоя, скорее всего, говорит о том, что и в этом матче у него не все будет хорошо. Хотя мы увидим. Как человек, который играл на этом столе, скажу, что, чтобы здесь получился хороший разбой, нужно ставить немного по-другому, то есть, видимо, выше. Потому что при хорошем попадании, например, у меня не получалось нормальный разбой, то есть шары катились по-другому. Что я отметил после матча Федя, что шары ставятся не совсем правильно. Ну, как, по-твоему, это с чем связано уже с состоянием сукна? Да, если вот сейчас видно, то что такая дырка прям в районе точки, куда ставится первый шар. Ну, сукно к следующему сезону будет заменено новым HR High Resistance. Так что я думаю, что здесь уже, а игроки уже привыкли к этому столу, они должны привыкать к оборудованию и знать, как играть в тех или иных ситуациях, в том числе, как разбивать тех или иных ситуации. Довольно маленькая угловая луза для четвертого шара. Что ж, у Владимира открытая позиция, и тут он не должен, хоть она уже относить достаточно великую опасность направить четверку в пятый шар. Плюс еще китайская, как говорят на канале Вышак-ТВ. Главное, не думать о шаре. Пол-полу-китайской. Ну, такая. Ну, такая, да, так тоже говорят. Здорово справляется в аудио. Я бы сказал, что не здорово. Это не самое хорошее, даже в данной ситуации. Все могло быть и хуже, просто мы это судим по, скажем, по забитому шару. Ну, тут очень, возможно, маска за восемь. Андрей, я сразу с места в карьер. А у Вас в Вашем сообществе Биллер Бразерс не обсуждается тема принятия, посвящения Владимира? Ну, не только Владимир, вообще происходит ли Ваше братство? Собирать ли Вы, да, принимаете кого-то нового? Просто, ну, у Вас же еще есть, да, международный какой-то там филиал, или люди, которые... Они соскочили. Вот так вот. Потому что, видимо, членский внос для них оказались не посильны. В евро исчисленные. Сотка в стоит, а сутка в евро. Но, тем не менее, там, одни отскочили. Какие еще планы? Есть ли они? Ну, в планах, может быть, только сократить количество участников нашего братства. По возрасту. Кто старше, кто слишком старый, кто классической вариации. Есть кандидаты? Конечно. И все знают. Ну что ж, тогда не будем погружаться в эту большую тему, коли она не сулит нам каких-то новых секенсационных и позитивных новостей. Да, к сожалению, да, именно никаких позитивных, видимо, не будет. То есть не то, что расширение не планируется. Ну, на самом деле, идея создания команды другой, не нами, а другими людьми. Очень интересно. Очень интересно. Согласен, действительно. Тогда будет конкурирующие братства и в итоге резня, по факту. Да, хоть какая-то. Турнирная резня и хардкор. А так сейчас есть только мы и никто больше. Ну что ж, первая партия традиционно изобилируют отыгрышами. Но, к сожалению, это вынужденная серия отыгрышей, потому что это просто ошибка. Во-первых, игра сейчас идет у нас в партионном, так называемом, шаре. Ошибаться в горсту здесь нельзя. Скорее всего, биток у нас стоит на коротком борту. Да. Других вариантов развития. На случай, если он не промажет? Нет, просто потому, что приходится задирать немного киль. Просто потому, что места было очень мало. Поднимать угол, соответственно, назад. А бить сильно на этих столах немного боязно. Ну, можно было бы катить. Катить тоже нельзя. Потому что иногда скатывает стол не в ту сторону. Владимир, мы же с тобой обсуждали недалеко только что, что профессионалы не катят, в принципе. Ну, это да. Только я слышал, что якобы Дуда король ската. Ну, это называется дудовская скатка. Вот-вот. Дело в том, что скатка – это настоящий полноценный переем, который иногда очень силен. Так что скатку нельзя говорить, что профессионалы не скатывают. Ну, сейчас, конечно. Вот это был ударчик сейчас. Вот, это, конечно, был очень, скажем так, на таком стиле болсов стил. На таком плотном, с такого угла в середину. Так вот, я за скатку. Вот, вспомни хотя бы коридью знаменитого. По нему никак не скажешь, что он тоже за скатку. На тем не менее скатывает он регулярно. Ну, он умеет играть оттяжку. Да, один из самых его знаменитых ударов, в общем, вовсе не похож на скатку. Ну что, все, скатку обсудили. Нечем, нечем крыть. А у нас тем временем открыт счет. И это делает Федор Горст этой партией, конечно, последними ударами. Он полностью заслужил этот балл. Да, собственно… Мне кажется, Федя поувереннее выглядит сейчас, чем Владимир. Ну, Федя не впервые, во-первых, бывать на этом уровне. Я имею в виду финальные матчи всякие, где уже на кону стоит титул победителя. А Владимир, честно говоря, даже я не припомню, когда оказывался в ситуации, хотя бы в близко похожей. Ну, это видно, да, то, что Владимир просто не сложил открытую позицию. Это зависит от того, что думал на самом деле перед матчем, перед ним Володя. Какой у него был настроен. Если он себе что-то такое лишнее вообразил, там, условно говоря, что придумал себе лишнюю ответственность, что вот это финал, я играю. Ну, скажем, что будет трудно. Безусловно, у Владимира именно таких мыслей в несколько раз больше, чем у Федя. Ноу-брейк, ноу-мания. Абсолютно. А сейчас мы, они есть. Ну, я не уверен, что пятерка проходит. Очень так. Нет, во-первых, я не уверен, что копейка проходит. Да, я сказал пятерка. Да, ну, как бы, пятерка тоже нормально. Молодость удара, это всегда плюс. Если мы сейчас посмотрим с нашей фронтальной камеры, мы увидим, что навряд ли проходит копейка. Очень так. Ну, что же. А потом, даже если она проходит, то там играется тройка непонятного. Если вы были напарником в скотч-дабус, Владимир, что вы ему сейчас подсказали. Вставайся. Андрей. Ну, на самом деле, мне сложно судить сейчас, потому что я не вижу, насколько проходит единица. Одним из вариантов... Пуш. Одним из вариантов было бы тонкое попадание в единицу, если она видна. И попытка играть за десятку, за те шары. Если не дастся... Неужели он сейчас пытался сыграть на отбросе и пытаться уцепить эту единицу? Я думаю, что он отброс не был в его месте. Выходил он на дуплет середину, как бы то ни было. Он не уходил. Здесь не прослеживался выход. Ну, вот он. Дуплет середины. Ну, по факту, да. Конечно. То, о чем я начал говорить. Он точно не отыгрывался. Даже не без шансов. И точно не играл в полузе. Что же он делал? Может быть... Заманил, видимо, Федя Горского. Удар ради удара? Есть такое понятие. Комбина. А по новым правилам не считается? Не то, чтобы не считается, да. Но победу не приносит. Федя очень внимательно изучает с напряженным, напряженно взглядываясь в комбинацию. Вот расскажи, Андрей, для тех любителей, которые сейчас смотрят, при игре комбинации часто ли ты, скажем, стараешься учитывать направление движения первого шара комбинации в случае, если там она не будет падать? Пытаешься ли ты проконтролировать и первый шар тоже? Я бы не сказала, что идет попытка проконтролировать, а просто нужно понимать, куда пойдет шар, для того, чтобы примерно знать, подставишь или нет. Но на самом деле эти мысли часто отвлекают. То есть это попытка сыграть два удара в одном и отыграться, и играть комбинацию, она мешает. Проще всегда стараться концентрироваться на одном, да? На зависимости, конечно. Ну что, Владимир задумал тут отыгрыш, похоже, за кластер шаров. Ну там позиции располагают к этому сейчас, это скопление как раз 10-7-6, очень многообещающе. Плохой удар сразу скажу. Конечно, он полностью не рассчитал. Может быть он хотел в правую сторону пятерки, и от пятерки... Я не видел, был ли заказ шара, честно говоря, может быть он играл не? Нет, он не заказывал, он как раз смотрел, куда поставить биток из той позиции, смотрел, что там будет видно. На самом деле удар был очень сложный, потому что ему нужно было играть плотно в центр, немного даже вращения правого, и при этом проконтролировать тройку. Мне кажется, здесь вообще был бы смысл играть вообще два борта или три борта тройкой. Нынешнее положение шаров в любом случае пока благоприятствует Владимира Матвиенко, потому что игры по шестерке не прослеживается никакой. Потрясающие удары и выходы говорят только в поле сгорства. Потрясающий расчет рассчитал по траектории. Придется отыгрываться на шестерке, конечно, Федя постарается максимально осложнить этот вариант для соперника. Существует еще вариант подбоя сейчас, как гипотетически. Очень сложный. Не такая уж большая резка тут стоит, чтобы подбивать счет. Нет, понятно, что здесь, учитывая близость, скажем, к семерке, которая может помочь, тут надежнее смотрится. Вот, игрушка. И, о, нормально, нормально. И сейчас Феде нельзя экспериментировать, учитывая то, что семерка все-таки форный шар. Ему очень надежно, можно на шестерке отыграться спокойно. Тем более, что позиции для Федя вообще стандартнейшие. Это как раз тот, который любители должны тренировать больше. Надо очень чисто, на самом деле, сыграть. А он пытался подбить. Зачем так сильно? Он пытался подбить. У него силы же бы не хватило в любом случае. Нет, на самом деле, там непредсказуемый подбой-то был бы. Где оказался бы виток, вообще непонятно. Да. Даже если шестерка поднялась, выносит на свете лузу. Он изменяет траекторию до этого попритуса. Позволит себе покритиковать с наших нижних позиций мастера спорта. По-прежнему, на самом деле, вот, Игруш. Это сейчас интересный удар. Да, хороший, очень. Прекрасно рассчитал, как остановить биток. Да, вот это вот как раз... На винте причем. Опыт, который просто внедряется в игрока на уровне инстинктов. Довольно быстро он принял это решение играть именно так. Потому что знает, как себя шары ведут. Этот удар этот лишний раз показывает, что игроки такого уровня уже мыслят не шаблонно. Видите, он отошел от шаблона, что нужно бить битком в шар. Увидев, что можно сыграть это сделать через борт, это будет надежнее. Ну что же, есть теория, что не шаблонно, это просто машины с большим количеством шаблонов в голове. Больше количества вариантов. Да. Несомненно, в любом ударе... Я думаю, что Кори Дьюэл поспорил бы с твоим высказыванием. Кори Дьюэл известный производитель шаблонов. Он владелец набора шаблонов, который шире, чем у вас. Он просто владеет. Купил себе лишние наборы карт Magic the Gathering. Собственно говоря, именно поэтому и владеет. Да, он владеет, при том коллекционным изданием. Где у нас биток? Смотрите, биток-то в руке. Where's the Q-ball going? Бывает, что Q-ball, точка. Кори Дьюэл производит шаблонов сам. Заказано восьмерка. Заказано восьмерка. Что-то очень часто вы упоминаете Кори Дьюэла. Это пока единственный человек, который подтвердил свой привет на Кубок Кремля, поэтому мы всячески стараемся его озвучить лишний раз, чтобы люди помнили, на кого они пойдут в ноябре. Да не, на самом деле, мы просто немножко excited about this, потому что Кори все-таки в... Кори человек ассоциируется с таким креативом пуловским. Да, и нет, на самом деле, кто придумал софт-брейк одиозный, которые потом в итоге вынуждены были биться и искать решение, как... Он изменил просто мир, мир разбой. Как запретить, да. Потом, когда... Недорога его прозвали Prince of Pool. Вместе с Чиншуньяном. Когда на US Open и других американских турнирах придумали ставить двойку в хвост, кто придумал, как наигрывать ее каждый раз на лузу? Опять-таки, Кори Дьюэл. Кто удивил весь мир ванпокета открытым разбоем в эту игру? Это был снова Кори. Кори известный. А это в каком году было, кстати? Я не вспомнил, но кажется, его соперником был один из лучших мастеров этой игры, Гейб Оуэн. И, в общем, очевидцы говорят, что надо было видеть глаза Гейба, когда он подошел к столу в совершенно открытой позиции, и играть-то нечего. Я помню, меня также удивил Руслан Чинахов, когда я такой весь умудренный опытом, в кавычках, приехал в свое первое дерби и стал играть с Русланом Ванну Лузом. Ну, он тогда еще и не выиграл свой первый кубок Кремля, но уже был близок к этому. Так вот, меня не мудрство и лукаво разбивал в открытую и ждал, пока я не соберу. Игра по сопернику. Да, именно так. В общем, тот же покер спортивный. В общем, Кори молодец. На самом деле, мы еще раз приглашаем вас на трибуны, потому что будет на что посмотреть. Я думаю, что он приготовит для нас специально какие-то интересные варианты игровых решений. Вообще, для начала его должны пустить в Россию. Чисто формально хотя бы. Да. Биточек. Девятка помогла битку оказаться в Лузе. Это открытая позиция, и я думаю, что здесь можно ставить по раскладу шагов 95 к 5 в пользу Федора. Ну, вот вам, пожалуйста, фора, разбой. Которые Борис Пелех даже в порыве гуманизма хотел отменить. Вот. Не работает у Владимира разбой. Но тут проблема в том, что даже если Федор будет вести 4-0 до 5, и вдруг у Владимира заработает разбой. Я думаю, что при 4-0 не спасет даже заработавший разбой, мне так кажется. Это будет серьезный удар ниже пояса. Не скажите, Михаил, разбой и седьмой шар, это... Нет, это хорошая фора, безусловно, но с 0-4, с 0-4 отыграться бы не довольно-таки тяжело. Вот выход не получился сейчас. Ну что ж... Ну, что ж... Ну, сегодня есть замечательная десятка с семеркой, которую можно прятать. Притом довольно в таком натуральном угле. То есть в древесном. А может быть даже и за восьмерочку. Сильновато. Ну, не знаю. Не помогло, что ты скажешь про вот это решение? Не уводить биток, а именно уводить четверку. Мне кажется, это менее контролируемый процесс. Нет, почему у него... Он даже сейчас не отдал сильную позицию. Я бы пытался поставить шестерку. То есть мы меньше контролируем, 4, но поставить за шестерку. Ну да, довольно много шаров. Есть главное, чтобы просто нужно было посильнее угадать, чтобы четверка не поднялась. Да, вот нижний лузы, в данном случае, в котором, если бы смотреть, от нашего, со нашего властью. А четверка же нишва? Значит, возможно, игроку показалось, что шла. Или мы видели хуже, чем он. Ой, мне нравится мне вот это вот... Поход Владимира сейчас в данный момент от стола к своему месту. Какое-то оно было не так складывается, как предыдущие, конечно. Тем не менее, оно какое-то было излишнее, скажем так, отчаянное. Обретенное? Отчаянное, да. Вот такое общее ощущение стало, что просто подошел, ударил и... На самом деле, пока еще далеко делать выводы, но все-таки до пяти побед. Еще даже половин дистанции не пройдено. Да, ну вот, когда ты наблюдаешь именно за матчем, то вот такие мелкие психологические изменения, они... По ним, как правило, можно много чего сказать. Мы говорили бы более про счет 4-0, да? А вот, я думаю, здесь даже 3-1, к примеру, далеко не поражение для Матвиенко. Я сам вчера с 0-4. Честно говоря, по моему мнению, уже... Для того, что был за матч? Против Дуденца? Силен. Все же, по моему мнению, тоже все забит в руках горства. Если он начнет отпускать, то тогда Владимир... Как раз я говорил в предыдущем нашем включении, что Андрею Сероштанову, на мой взгляд, и есть, что доказывать в матчах против Бразерсов, и он всячески старается и мотивирован. Видимо, вчерашний матч против Дуденца как раз был одним из таких. Да и я особо не концентрируюсь сейчас на соперниках, стараюсь концентрироваться на процессе, потому что соперники могут быть разные, и если я буду играть по-разному со всеми, то будет странно и неправильно. Да, очень интересное мнение, на самом деле, дополнение к тому, о чем мы говорили с Володей. Опять перекат. Маленький такой, ну, не критичный. Ну, могу дать только небольшой инсайт, что всесильный менеджер Горста, человек, который, скажем так, стендс бехайнд, вот, строго-настрого наказал Феде выигрывать. Ты говоришь сейчас о сегодняшнем дне, или вообще обо всех турнирах, в которых он принимает участие? Нет, ну, там же нет слепой такой номенклатурного, скажем, подхода административного. В данном случае, конечно, эта задача для Горста была поставлена четко. Владимир взял тайм-аут, предоставляя тебе возможность еще что-нибудь интересное поведать нашим зрителям о предстоящем Кубке Кремля или об агентах игроков. О единственном агенте в мире российского пулу. Ну, я бы не стал оперировать такими громкими. Ну, честно говоря, я уже все сказал на эту тему насчет победы. А что вы хотели бы услышать на какую тему? У меня много есть, скажем так, что рассказать. Ну, расскажи о Снукер, например. Ты в последнее время достаточно близок к миру. По крайней мере, если не игры, то оборудование уж точно. Ну, как поживают антикварные отреставрированные столы Раэли. Пользуясь случаем, могу сразу разместить объявление, что если кого-то интересует антикварный стол 19 века... У меня есть 7 штук на продажу. Нет, у меня есть одна в прекрасном состоянии. Находится она в Голландии в частном доме. И человек готов за скромные несколько десятков тысяч евро его продать. То есть, это один из того, что не поместились просто-напросто в клуб планируемый открытие. Да, значит, я могу рассказать как наше изыскание. Дело в том, что есть такая компания... Эйбен Биллерд. Нет, сейчас секунду. Лоу Тиенс Биллерд. Миш, спасибо. Я все время, у меня проблема с произношением этого назвать. Лоу Тиенс Биллерд, который, в общем-то, очень много лет. Голландцы, в общем. И они, между прочим, владельцы бренда и производители столов Гэбриэлс. Вот. А также Малинари. Тоже у них есть... И спонсирует Нильс и Файнат. Это их бренд. Малинари. Вот. А также производители знаменитого нового инновационного продукта Чекио для концентрации. Кстати говоря, я запомню галочку поставим насчет этого самого Чекио. Вернемся к нему в разговоре с Андреем Сироштаном. Пока продолжим. Обязательно. Ну, так вот, так как у нас уже бланер пришел, я быстренько расскажу, что я покупал стол корабольный Гэбриэлс у них. И они так, что у нас со словом обмолвились, что у них есть старые столы Райли, которые мы 20 лет. И... Они готовы их отреставрировать и реализовать по сходной цене. Безусловно, я за это зацепился, потому что столы Райли да еще британского производства, да еще 20-летний давности. А раньше, как известно, делали качественные и лучшие и на совесть. И не только у нас, но и везде такая практика была. Я тут зацепился, они мне потратили где-то полтора-два месяца на то, чтобы отреставрировать столы и прислали мне. После того, как мы собрали первый стол, я, конечно, был приятно удивлен, насколько качественно он работает, насколько хорошее состояние столов. То есть, у нас сейчас имеются столы, которые абсолютно райли аристократ, топовая модель. В общем, уровень чемпионата мира практически. Абсолютно, да. Конечно, сейчас, конечно, у них нет подогрева. Но я должен сказать, что подогрев такая штука. На самом деле, решаемо достаточно несложным путем. Случай, подогрев довольно такая спорная история для клуба. Ну что же, у нас Владимир Матвиенко удался на самом деле неплохой разбой, но он не сумел вырезать в тонкую единицу, которая стояла возле борта и завесил ее в лузе. Соответственно, инициатива в этой позиции очень хорошая, открытая практически. Передал своему сопернику и теперь Андрей Сераштан, который так слегка у нас заскучал, расскажет нам про свой опыт применения суперпрепарата Чекио. Скажи, эта штука работает? Очень сложно сказать. Свои собственные ощущения, потому что, естественно, мне показалось, что работает, мне помогло сконцентрировать. Ты пробовал пилюли или жидкость напиток или другое? Там же какой-то курс предписывает, как я читал в описании, пропивать. слишком вшториво. Дело в том, что эта штука и не должна вшторить, в конце концов, это же не допинг, это витамины, которые помогают организму концентрироваться. Она повышает зрение или твою способность не отвлекаться на какие-то посторонние вещи. Концентрацию повышает. Так это примерно этим словом можно описать все то, что я сейчас предложил. там обязательно, чтобы нужно пропивать курс примерно трехдневный и трех-четырехдневный, комбинировать воду с пилюлями, чтобы добиться к дню соревнований максимальной формы ментальной, скажем так. Просто на самом деле, честно говоря, если посмотреть на игроков, которые сейчас носят на себе эти логотипы, далеко не все из них играют настолько высоко, как можно было бы ожидать. Ну, если бы они играли довольно высоко, я думаю, что Чехию быстро закончил. Путь как продукт, потому что просто быстро признали бы допингом и отправили бы на скамейку запасных. Он не должен действовать так, как панацея. на самом деле, если мы затронули тему фармацевтики в бильярдном спорте, я что-то не слышал, у нас, конечно, формально должен соблюдаться кодекс ВАД, всякие ездили в списке запрещенных разрешенных препаратов, но я не слышал, честно говоря, про проверки, про то, чтобы призеров или там кого-то другого тащили, заставили задавать анализы. на самом деле, на этом чемпионате Европы, где я участвовал, который был в Албании? Нет. А, он был не Албам, он был в Австрии. В Австрии, это что-то же. Топ-8 в девятку мужчин и женщин брали на допинг и пару лет назад Матеуша Снегорский дисквалифицировали, он занял второе место, обыграв Артема Кашевого в том числе. Его дисквалифицировали за применение какого-то запрещенного препарата, который он принимал в связи с восстановлением после болезни. Или вот, видимо, было польское пиво живец. Ну, на самом деле, я думаю, что вот эта тема просто связана с тем, что нет прецедентов. Вот если бы как раз чеки, о котором мы говорили, повлиял бы так на спортсменов, что вызвал бы повальные победы людей, которые принимали это, тогда бы это было бы первым прецедентом серьезным в плане допинга. Забит нас будет три шара плюс беточка. Соответственно, это еще одно, видимо, очко для Федора Горста, который станет до последнего. Федор, он дышил на горе. Да, на горе. Вот, Андрей, спасибо, что подсказал. Ну, на самом деле, мы до сих пор мы готовы даже сделать открытый конкурс для наших зрителей на лучшее определение английского термина on the hill на русском языке, потому что, честно говоря, аналога подобрать лично мне не удается. я думаю, что можно ассоциируется у меня это ассоциируется с процессом игры в царях горы. конечно, царь горы, это да, но здесь же не скажешь, что сейчас Федор и царь горы, правда, потому что до титула царя в русском понимании ему еще не хватает одной партии. Ну, это может быть также боевым неким, из боевого науки, когда человек забирается на вал, земляной вал, и он уже, он бы хил, и у него есть позиция. Дело в том, что, скорее всего, это связано с позициями, как вот, не знаю, в том же покере или еще просто, удобной позиции для атаки, он бы хил. То есть, мы будем говорить, что Федор на валу. Ну, я думаю, что это последнее, о чем нужно думать сейчас, Федя, просто нужно забить три шара, и мне очень понравилось, вот такой тоже емкий, очень, на валу, просто на валу. Вот, главное, что не ворот, вот таким образом буквально растоптал, я позволю себе такой эпитет. Мы поздравляем Федю Горст, он потрясающий. Реванш удался сполна, мы благодарим Андрея Сероштана за участие в нашем прямом включении. Норматив, и, кстати, Михаил, я думаю, все-таки это был тактический ход. Мы можем даже сейчас быстренько уточнить Федя. Федя. Мы приглашаем в прямой эфир победителя нашего сегодняшнего турнира Федора Горста, он нам скажет, есть мнение, что когда ты промазал в полуфинале четверку, почти прямую, это был только тактический ход, чтобы спуститься вниз, а потом вернулся. потренироваться просто надо было, размяться-то надо. Разминки не было, сразу начали играть, поэтому... Ну что ж, чудесно, поздравляем себя с победой, с очередной прибавкой в рейтинге. Наверное, будешь братом снова давать ласту, два последних шара. Хотя, на самом деле, ты все лишь на все просто вернул себе позиции, которые были несколько утрачены после этого поражения предыдущего от Владимира. Федя, мне вот интересно, ты вот, когда бил десятку комбинаций, там, ты ее промазал, потому что ты волновался с чего-то лишнего, или почему ты ее промазал так сильно? Я просто не умею бить комбинации. Да, или просто не умею играть, я только хотел сказать. У нас проблема есть с Максом, Макс тоже не умеет бить комбинации. Ну, просто не тренируем, мало очень опыта комбинаций. Ну, там довольно сильно ты там дал мимо. Ну, в другую часть шара просто попал. Ну, как, по любительским меркам вполне попал в шар, бывает, что мы и в шар не попадаем иногда. В шар можно было и не попасть. Ну, что ж, еще раз поздравляем, молодец, убедительный реванш, всегда приятно, особенно, когда ты давал фору такую. Да, фора, вот это, наверное, пожалуй, самое большое, удивляюсь, что Владимир не смог реализовать. Разбой, разбой. Вышло, да, что на самом деле, да, как раз, мы уже об этом говорили пару раз, что если разбой не пошел, то получается, это не фора, немножко в обратную сторону. То, что три раза разбой, все, все в руках, все в руках игрока на самом деле. Ну, по сути, повезло. Как обычно, такая игра. не надо вот это вот, Эфрин это запатентовал, насчет повезло. Тем не менее, это надо придумать новое. Эфрин же прав. По сути, это так и есть. Повезло таким родить. Всем еще раз спасибо за внимание. С нами только что был Федор Горст, наш победитель финального турнира. Так что он может разделить с Евгением Буславовым, лавры, лауреата. Да, он сейчас очень счастливый, жалко, что мы не можем уже показать. Женя выиграл регулярный чемпионат, а Федор Горст выиграл плей-офф своеобразный. Женя выиграл все в этом году. Здесь делается вроде аналогии с американским спортом. С вами были Андрей Сираштан, Михаил Кабулуков, Владимир Николаев, Максим Левинсон, Федор Горст. Всем спасибо. Смотрите. Мы начинаем очередной сезон. Скоро.